Если бы, скажем так, то же самое было бы и в финале этих соревнований, это была бы, наверное, самая громкая сенсация в прыжках на протяжении последних трёх-четырёх лет, никак не меньше. Но давайте всё-таки постережёмся делать прогнозы. К сожалению, к сожалению, мы понимаем, что более чем восьмитысячные по вместимости трибуны не будут забиты до отказа. Увы, мы с вами находимся отнюдь не в Веллингене, отнюдь не в Закопане. И по посещаемости олимпийский турнир у двоеборцев и у прыгунов напоминает, ну, скажем, соревнования где-нибудь в Финляндии. И то не в Лахте, где был определённый откат. Технические характеристики этого трамплина, современнейшего трамплина, но не совсем безопасного с точки зрения Яны Ахонена, нужно поаккуратнее приземляться, сказал Ахонен. Есть определённая неуверенность во всех его высказываниях и во всех его действиях. Нарушает спортивный режим этот болельщик, и вообще это нетипично, надо сказать, потому что в Италии не приветствуется курение в общественных местах. Но здесь вокруг этого болельщика есть пространство определённое. Тут все современные технологии присутствуют наверняка. Наша постоянная участница форума, адрес помните, форум.вероспорт.ру, Янка, проживающая долгое время в Финляндии, прочла, что было написано на приветственном плакате в честь Яны Ахонена, я ничего не понял, к сожалению. Стартовый протокол тот же, что был и во время трайвл-раунда, но сейчас первая попытка. Первая попытка, в которой принимает участие четыре российских спортсмена, два спортсмена из команды Казахстана, два спортсмена из сборной Эстонии. Но наиболее предпочтительные шансы, наверное, всё-таки у россиян подняться высоко. Программой максимум является попадание в шестёрку сильнейших. Это давно известно, ещё с той поры, как Ольгу Инга Штайрта пригласили в шеф-тренером нашей команды, известнейший немецкий специалист. Я, естественно, кое-какие вещи повторяю, но я напоминаю всем, что мы присутствуем с вами всё же на Олимпиаде. На Олимпиаде, где у нас очень много новичков. К настоящему моменту в неофициальном командном зачёте сборная России идёт на четвёртом месте с одним золотом. Ещё раз поаплодируем, хотя это, используя интернет-язык, интернет-жаргон, это и офф-топ. Но поблагодарим ещё раз Евгения Дементьева и Евгению Арбузову за попадание в призовую тройку. Евгения Дементьева-Арбузова, Евгения, господи боже мой, уже всех смешал в одну кучу. Евгения Медведева-Арбузова взяла первую вообще медаль для российской сборной, бронзовую сегодня, но, а затем в великолепном стиле, наголову разбил просто-напросто всех любителей делать прогнозы. Евгений Дементьев, уверенная победа, великолепный финиш, и мы ещё не успели с того момента остыть. Остыть и думаем, чем чёрт не шутит, раз такие сюрпризы, почему бы сюрпризы не продолжались. Ян Юрис, обрадованный, конечно, сегодняшним взлётом Кристины Шмигун на высшую ступень пьедестала почёта, вступает в борьбу. Задача первая — попасть в тридцатку сильнейших. Неровную форму демонстрирует Ян. Коротко, очень коротко, до 90 метров прыжок. Мало, близко. И, к сожалению, нереально попасть в тридцатку сильнейших с таким прыжком. Несколько закрепощённый был прыжок, несвободный. Жёсткое приземление. 84,5 с таким прыжком он не прошёл бы даже квалификационную стадию. Конечно, погодные условия меняются, конечно. Здесь трамплин довольно-таки ветровой, но не такой, конечно, как в Лахте. Но, тем не менее, меняется ветер. Сориентироваться бывает непросто. Китайские спортсмены потихоньку подбираются к элите Ян Ли. Попал в 50, ну и, по крайней мере, вы видите, перешёл через линию 90 метров. Интересно, что дядя Мартина Коха работает с командой Китая. Наверное, это самый любопытный момент, пока касающийся их. Что касается Мартина Коха самого, то всё так здорово начиналось поначалу. Всё так хорошо было на тренировках. Он был на одном уровне практически с Масахико Харадой, потрясавшим своей готовностью, но Харадо дисквалифицирован, а Кох перешёл на какие-то слабенькие прыжки. Ильдар Фадкулин выбирается из кризиса, продолжавшегося много месяцев. Но вы видите, насколько долго его держат сейчас для того, чтобы обеспечить равные условия всем прыгунам. Пошёл, наконец. Низкая скорость на горе разгона была. И ближе, ближе, чем на тренировке приземляется Ильдар. Воспитанник Равиля Абрарова и подопечный Вольганг Штайрта приземляется на отметку 90. Начинают, мне кажется, влиять вот те самые демоны, как говорится, которые мучили его. Много месяцев подряд. Почти все его проблемы заключаются исключительно в настроении, исключительно в неуверенности в себе, так говорил шеф-тренер Вольган Штайрт. Ну, видите, такое соседство говорит о том, опять-таки, какой статус у Штайрта рядом с техническим директором Вальтером Хофером. Стоит он сейчас. Низкая скорость. Хофер притормозил всех прыгунов. Примерно на километр в час упала скорость по сравнению с тем, что мы видели во время тренировки. Этот рекорд трамплина точно не побьёшь. Но боится, боится отпускать Вальтер спортсменов за 106-метровую отметку. Полметра не хватило лучшему прыгуну сегодняшней тренировки для того, чтобы установить новый ориентир. Нири, опасающийся за здоровье спортсменов. Главный режиссёр всего этого действа. Решил, пусть это будет, может быть, чуть менее зрелищно, но зато это будет стопроцентно безопасно. Максим Анисимов, вы видите, какой ветер начинает крутить. Это довольно часто, к сожалению, бывает здесь. В западных итальянских Альпах. Между двумя альпийскими хребтами. Неплохо совсем даже. Максим Анисимов терзался здесь, терзался. Ругал себя, прятал лицо. А теперь 94. 94, и он лучший из тех, кто уже совершил свой прыжок. Главное всегда в крупных соревнованиях оказаться в нужный момент, в нужном месте. Ну и даже Телемарк. Что с оценками? Оценки неплохи, но можно было бы поставить и повыше. Не примелькавшийся Анисимов, очень-очень редко набиравший очки. И поэтому попасть в тридцатку сильнейших для него заветная мечта. Вася Байтс готовится дать отмашку Бореку Седлаку запасному, причем запасному безнадежно находившемуся в запасе, которому не давали шансов выступить в командном турнире, но который вынужден был опережающими темпами готовиться. Восемьдесят восемь. Неплохая скорость, хорошо поработали сервисмены. Что касается дальности прыжка, пока это загадка. Вот, наконец, разгаданная эта загадка. Девяносто два с половиной. Но нельзя сказать, что он будет тянуть команду вниз финишного протокола. Хотя учтем все же, что прыжки там будут с большого трамплина. И неизвестно, перенесет ли форму Бореку Седлак с этого трамплина на соседний. Пока же второй вслед за Максимом Анисимовым. Многие переживают за отсутствующего на трамплине. И, скорее всего, он останется и на протяжении всех олимпийских соревнований в запасе Мартина Шмидта. Торговец на нашем форуме спрашивает мнение, считаю ли я, будет он. Восстанет ли он из пепла или он останется где есть. Ну, во-первых, давайте еще раз поаплодируем еще одному восставшему. Роберт Матея. Перехватывает лидерство в сегодняшних соревнованиях. Ветеран польской сборной. Второй номер на протяжении длительного времени вслед за Адамом Малышем. Уже в 98-м году он выступал на Олимпийских играх. Так вот, я думаю, что Шмидт должен найти мотивацию, новую мотивацию. Потому что он говорил о том, что будет прыгать как минимум до Ванкувера, до 2010-го года. Но острые нападки на него в прессе могут, вы знаете, лишить вдохновения кого угодно. Даже более крепкого характера. Так что двукратный обладатель большого хрустального глобуса вполне возможно вот после этой Олимпиады пересмотрит свои дальние планы. Не так все плохо у Элэна Олборна. Самый опытный из ныне выступающих американских спортсменов. Техника аккуратненькая. Навыки чувствуются. База заметная. Но вот эти хождения туда-обратно, приходы, уходы из большого спорта. Все должны прекрасно понимать, что когда в это время по сотне прыжков совершают соперники, а Олборн в это время находится не весь где, конечно, удержать себя на уровне проблематично. Друг 91 просит передать привет таллинцам, болеющим за российскую сборную. Передаю привет. И даже передаю привет тем таллинцам, которые болеют за Ленса Салуме. В первую очередь, что, наверное, тоже вполне естественно. Чешская сборная на этом трамплине вроде бы на многое не претендует все же. Янде весьма неплох. В принципе, изначально на средних трамплинах, но этот не его, видимо. Пока все прыжки довольно бледные, а сотни не приходится даже мечтать. Но вы видите, что, может быть, это связано с тем, что маловато все-таки соревнований, особенно в группе А, проводятся на 90-метровых трамплинах. Многие середнячки просто значительно уступают лидерам. Вася Байтс показал, как высоко ушел Ян Мазух, судорожно немножко оттолкнулся. И, увы, наказан за это коротким прыжком. Радик Жапаров, первый номер команды Казахстана. Это его дебютная Олимпиада. Ну а что касается успехов сборной Казахстана, то уже есть один неплохое выступление лыжной сборной. Не силен ветер, не силен, и вы видели, что на столе отрыва вообще флажок висит, не движется совершенно. Ну и это, конечно... Это, конечно, покачивание сокрушенной головой в адрес судьи на светофоре. Но тот считает, что сейчас не время. По-прежнему существует традиция давать отмашку флажком. Но это всего лишь традиция. А спортсмен видит зеленый сигнал светофора, после этого только стартует. Если не удержится, дернется, то в таком случае... Вот редкие, редкие случаи, когда мы видим ерное Дамиана без защитного головного убора. И, согласитесь, он довольно сильно отличается в такой своей версии от того Дамиана, которого мы привыкли видеть. Кроме одного, всегда позитивен, всегда приветствует нас. Те спортсмены, которые входят в первую группу, холодно, сейчас морозно, пытаются сохранить гибкость мускулов, растяжимость. По-хорошему расслабиться. И вот какова ситуация. Только упаси нас, Господи, от перепрыжек на Олимпиаде. Это уж никак не годится, это никак не вписывается в наши программы. Хотя, конечно, если перепрыжка будет совершенно необходима для объективных результатов, то что делать? Ну, а что касается следующего вопроса по поводу Шмидта, является ли командой Германии без Шмидта или нет, убежден, что да. Они потихоньку привыкают уже к отсутствию Ханни и Мартина. Вальтер Хоффер. Более экспансивные болельщики зачастую освистывают его, все бывает, он же ко всему привык. Создается такое впечатление, что человек совершенно с железными нервами просто его ничто не может вывести из равновесия, и никто не может навязать ему свое мнение. Как он решил, так и будет. Жапаров застрял надолго, замерз уже наверняка. К счастью, хотя бы некоторые секторы этого великолепного комплекса заполнены. В традиции вполне ходить на соревнования друг друга, и мы видели много представителей российских делегаций, и смежных на соревнованиях лыжников-гонщиков, и их присутствие тоже помогло. Алинка интересуется, Масахи Кахарада дисквалифицирован ли на оба трамплина. Конечно, нет. Это не грубое нарушение, то, что совершил он. И вообще, действительно, очень нелепо. На взвешивании выяснилось, что он, я напоминаю это тем, кто смотрит нас не сначала, на взвешивании выяснилось, что Масахи Кахарада на 200 граммов легче, чем ему позволительно для длины лыж. И все. И человек потерял шансы, возможно, завоевать фантастическую олимпийскую медаль. Уже есть в карьере, конечно, но в 37 лет бы. Какой рекорд. Молодец, Радик. Ну, просто два больших пальца вверх. Простоять, ну, не 10 минут, так почти. И прыгнуть на 98. Вы видели все мелкие технические погрешности. Вы видели приземление. Не обманул он судей. Естественно, телемарк это не телемарк, потому что приземлился он сначала на две ноги, потом пошевелил лыжами. Австриец очень был строг. 15 с половиной. Но дисквалифицирован, соответственно, в этой оценке, по крайней мере, оценка отсеяна. Жапаров выходит в лидеры. И если не будет аннулирован этот результат и не будет перепрыжки, то это уже почти гарантирует ему попадание в тридцатку, я надеюсь. Ян Салуная. Представитель финского лыжного клуба. Ну, работа с зарубежными специалистами неплохо, в принципе, но ближе, чем у Жапарова. А работа с зарубежными специалистами дает свои плоды. Вы, конечно, знаете, что с норвежским специалистом работает... Ну, если не знаете, то, я сообщаю, работает Кристина Шмигун. И это тоже плюс, по крайней мере, в техническом плане. Эта работа дала ей прибавку. А именно своей хорошей классической техникой она объясняет свою сегодняшнюю дебютную золотую олимпийскую медаль. Расстроен Йенс, но, честно говоря, видно было, что он вообще немножечко прибывает в каком-то подвешенном состоянии. Не могу понять, почему, по крайней мере, его часто ловили в кадр еще до начала соревнований. Ипатов. Уже есть прыжок за сто. Скорость какая. 88,3 немного. Но хороший прыжок. Молодец. Молодец, Магаданец. Молодец, потомственный спортсмен. У нас таковых два. Геннадий Ипатов. Домашний тренер Дмитрия. Александр Корнилов, в свою очередь, тренирует Дениса Корнилова. Неплохое ведение лыж. Подтянул к 100 метрам. Приличные очень оценки. И выходит на первое место Дмитрий, попадая в тридцатку сильнейших на Олимпийских играх. Я думаю, что это ему гарантировано. И это прорыв в карьере. С первого захода хороший результат. Я мечтал, мечтал о том, чтобы его вчерашний квалификационный успех, когда он вошел в тройку, среди несеянных и в десятку среди всех, был не случайен. И это получилось. Смотрим дальше. У нас еще два шанса. И один шанс у сборной Казахстана. Денис Корнилов стартует 16-м, 18-м. Иван Караулов и Дмитрий Васильев. 25-м. Дмитрий Васильев, попавший в тройку на разминочном прыжке. Стивен Рид. Проблемы, проблемы, попасть в тридцатку. Результаты очень плотные. Разница здесь традиционно на 95-метровом трампине не такая, как на большом. И может не хватить буквально полуметра или полубалла в оценках. Единственный кореец, умевший отобраться в основные соревнования, при том, что прыжки достаточно долго уже с легкой руки. Йохана Даннеберга. Культивируется. В этой, в принципе, любящей подобного рода развлечения стране. Пытались они брать пример с японцев. Но это оказалось, видимо, неповторимо. И поэтому сейчас школа ГДР используется здесь. 91 метр. Очень слабая надежда на продолжение соревнований. И нам показывают нашего лидера. Какой был гигантский спад. Какие были муки, а не прыжки. Боже мой. Сколько раз отправляли Ипатова дотренироваться. Все это сопровождало весь сезон. И вот чемпион к главному старту. К старту Олимпийской баталии. Он подошел в хорошей форме. Нервная, нервная попытка была. Но, по крайней мере, он вытянул дистанцию. Андреа Морасси, призер чемпионата мира среди юниоров. Чуть лучше, чем аутсайдеры. Но это чуть может как раз оказаться решающим. Два спортсмена из Италии. Морасси и Колоредо также были в тени до этого сезона. Причем Морасси чуть раньше появлялся. В основной сборной Колоредо вообще практически никому не был известен. И вот с декабря месяца все подтягиваются. Пока не торопятся радоваться. Наш шеф-тренер. Как вам его великолепный зимний костюм? Он, конечно, конечно, волнуется, что результаты будут аннулированы, и что усилие Дмитрия Ипатова пойдет прахом. Но к его советам всегда прислушивается. Вальтер Хофер. Дайки и то. Достаточно, вы видите, раскован. Освобожден и совершенно убитым выглядит Финн. Вот наша сборная получает поддержку с трибун. Это так редко бывает, к большому сожалению. Денис Корнилов не перемерз, я надеюсь. Легкий сухощавый прыгун. Ну и, соответственно, замерзает быстрее. Расслабься. Все спокойно. Все хорошо. Медленный разгон, к сожалению. Около 95 метров. Его результат. И он разочарован. Окажется, сейчас где-то в районе... Нет, ниже даже, чем Максим Анисимов. Ну, вы видите. То, что было на квалификации, К сожалению, начинает рассыпаться. Фаткулин отступает. И теперь уже практически не имеет шансов попасть в основные соревнования, я боюсь. Корнилов пока шестой. Шестой из шестнадцати. По статистике, боюсь, не получается. Вся надежда на Васильева. Штефан Гула. Рано раскрылся. Уже не в первый раз. Но, тем не менее, все равно далекий прыжок. А если бы был аэродинамичнее? Если бы был поближе к лыжам? Я не говорю, как Янда. Это вообще редкость. Как австрийцы хотя бы. Ну, вы видите. Вот только здесь он занял по-настоящему рабочую позицию. Его стиль не напоминает стиль Камикадзе. Он не проваливается между лыжами. На девяностое пять и пять. Это выводит его на вторую позицию. Первая по-прежнему принадлежит Дмитрию Ипатову. Третья по-прежнему за Радиком Жабаровым. И у них шансы не только пробиться в тридцатку, но и подтянуться к первым двум десяткам. Иван Караулов. Казахстанская сборная вышла полным составом. Двое в результате прошли ситы квалификации. От Караулову, честно говоря, такого не ждали. Коротко. Примерно туда же приземляется, куда и Корнилов. Но нужно сказать, что у Корнилова были определенные сложности. И в предыдущие дни на этом трамплине он все-таки, учитывая, что он легкий, что он ориентируется на тонкие чувства, он все-таки предпочитает трамплины большие и гигантские. И, разумеется, его олимпийские шансы на этом отнюдь не закончились. Караулов лишь шестнадцатый. Лишь шестнадцатый из восемнадцати стартовавших. И здесь уже не может быть даже, что называется, на западе, аутсайд-чанс. Если вдруг. Увы, здесь уже никаких вдруг. Анатолий сетует, говорит, почему у наших спортсменов традиция. На тренировках, разминках мы олимпийские чемпионы. Когда ходят до дела, то тут мы пас. Вы знаете, здесь есть, особенно в прыжках, здесь есть очень серьезный фактор. Фактор сверхответственности. Фактор раскованности. И привычки к соревнованиям на высоком уровне, с высокими шансами в том числе. Когда появляются реальные шансы прорваться, и реальные шансы получить действительно высокие оценки, войти в шестерку сильнейших, здесь многие пасуют. При том, что с физикой все в порядке. Но, если вы думаете, что это касается исключительно наших, то вспомните проблемы прекрасно подготовленного обладателя звания победителя турной четырех трамплинов Сигурда Петерсена, выбывшего уже из игры на этом трамплине. Хороший прыжок. Ири Камилшток. Серьезно подготовленный второй номер. Сборная Польши так его рассматривали. Попавший уже в центр внимания с подачи австрийского тренера польской сборной говорит, что привык выступать при большом скоплении народа и при более солидной звуковой волне. В частности, у нас в Закопане даже внутренний чемпионат проходит при большом стечении народа так, что я готов к этой олимпийской лихорадке совершенно. И дебютант выходит на первое место. Хотя разрыв между Штоком и Черепатовым не такой большой по очкам. И все может измениться во второй попытке. Эль Мерлингер пристрелялся на этом трамплине. Чувствует себя вполне комфортно. И отличный прыжок на стометровую отметку. Он был первым в тренировке, кто прыгнул на 100 метров и теперь еще полметра прибавил. И, учитывая общий уровень тренировочной попытки, такой результат может его вывести в десятку сильнейших. Конечно, предсказание дело очень неблагодарное. В первую очередь из-за изменчивой погоды здесь. Новый лидер наших соревнований, но опять же в отрыв от Ипатова далеко он не уходит. За этим мы тоже будем следить. Верный Дамиан. Улыбнулся нам, сделал ручкой. Это все было в комнате подготовки. Сейчас, сейчас уже серьезно. Отец Зупан переживает. Пока славянские прыгуны не оправдывает никаких ожиданий. Очень медленный разгон. И рано раскрылся, отвесил лыжи. Коротко, коротко и, возможно, возможно, мимо. Урчила или урчила на нашем, наверное, последнее. На нашем форуме задает вопрос следующего свойства. Не кажется ли, что Васильев хуже прыгает при искусственном освещении? В принципе, есть очень много спортсменов. Не из-за куриной слепоты. Это не какая-то обида. Это действительно особенность глаза, поддающаяся коррекции. В частности, она присутствовала у Чеха, у Якуба Янды. Есть такие прыгуны, но насчет Васильева я не слышал. Привычки большой нет с детства прыгать при электрическом освещении таком мощном. Это может быть. 17-летний итальянец из Торвизио у самой Словении. Себастьян Колоредо расслабился после приземления. Почувствовал, что дело почти сделано и качнулся. Качнулся до линии зоны падения. Марко Бельтраме сейчас наблюдает за этими соревнованиями, увы, из дому. 95,5. Ну да, шансы шаткие, но возможность есть. Симон Аман чернее тучи. Правда, все равно на его таком цветущем лице даже хмурая гримаса выглядит несколько комично. До старта Васильева один номер. Молодец, Матура. Такой прыжок. Скорее всего, выводит его в следующий круг. 97,5. И неплохая весьма техника. У Чехов. Учитывая, что начал подтягиваться к старшим товарищам Седлок, у Чехов, возможно, и возникает некий шанс отметиться в шестерке в команде. Но там большой трамплин. Я еще раз напоминаю, переносить результаты сегодняшней туда совершенно ни к чему. Дмитрий Васильев. Момент истины. Пошел. Талкивание. Мягкая скорость. Высокая. Молодец! Молодец! 102, не меньше. 104,5. 104,5. Мин и Васильев не просто выходит в лидер. И Васильев перечеркивает все результаты, которые были до этого. Кто там говорил про то, что наши могут показывать результаты только на тренировках? Ну, собственно, ошибиться все рады. Вот по этим результатам будут оценивать работу Вольганга Штайрта в последние сезоны с нашей сборной. Все остальные этапы Кубка мира, полетные чемпионаты, все это проходное. Почти 10 баллов преимущество Васильева, и это отнюдь не лишнее перед второй попыткой. Большой подарок, надо сказать, всем соперникам. Чем они ответят? Ну, это соседство, кстати говоря, не убийственное для Ноймайера. Байца приглашать не надо, тут форум советует. Хватит нам и этого шеф-тренера. Чем он плох? Классный прыжок. Вот так они и шли и по тренировке Васильев, и Ноймайер дуплетом хорошо прыгнули. Ноймайер на полметра ближе приземлился, чем Дмитрий. Тогда, сейчас на метр, короче, прыжок. Такая, знаете, гонка за лидером получается. Да, это снимает в некоторой степени напряжение с нового, относительно нового тренера. Бундес-сборной, бундес-тренер Петро Вайн. Мало чего приятного слышал в этом году в свой адрес. Ну, а вот племянник старшего тренера. Он может здесь далеко улететь. Тоже высокая скорость, почти такая, как у Васильева. Но, короче, прыжок до ста не долетает. С каждым днем. Все сбавляет и сбавляет. Такое ощущение, что Кох находился на пике формы примерно за два-три дня до Олимпиады. А теперь плавно покатился с горы. Говорю сразу, если я еще раз переживу нечто подобное тому, что я пережил сегодня вместе с Евгением Дементьевым, следующие рабочие дни будут затруднительны, потому что голосовые связки не железные. Я не специально это делаю, так получается. Может быть, надо взять рупор или еще что-нибудь, чтобы облегчить себе жизнь, но я о нем точно забуду. Примош Петерка. Я воображаю, сколько таких криков, какой хор приветственных криков у телевизоров, у экранов в эти моменты. Обидно, обидно за Примоша. Он возвращался в большой спорт явно не за этим. Его биография чуть-чуть напоминает биографию Сергея Чепикова с поправкой, разумеется, на возраст и на масштабность олимпийских достижений нашего спортсмена-биатлониста. Но, надо сказать, что после возвращения, приятных эмоций у Чепикова было гораздо больше, чем у этого словенца. Александр Эр. Технику показывал не очень хорошую в эти дни, но дальность была приличная, и капитан команды Германии должен попасть в тридцатку, обязан просто-напросто. Хорошая скорость, хорошо подтянул лыжи к себе, и хорошая дальность. Не говорю отличная, и после приземления опять проблемы. 98,5, оценки не должны быть выше 17,5. Отталкивание неактивное, но, может быть, может быть, чуть-чуть запоздал с этим моментом. Слегка промахнулся. Судьи долго раздумывают над его оценкой. Но до бесконечности это не может двигаться, да. Можно уже идти в суде понемножку. 17,5 баллов. Это доминирующий балл, остальные оценки отбрасываются. Вот такая оценка у Александра Эрра. Оценка, которая не меняет лидера. Мы уже успокоились. У нас как минимум два человека в тридцатке сильнейших в финале. Соответственно, Корнилов пока находится на 16-м месте. Васильев лидер с огромным преимуществом. 6 баллов запаса. Перед Михаилом Ноймайером. Но остальные просто очень далеко. Томиник Кунан переживает, переживает. Не все идет гладко. Томи Киуру мерзнет наверху. Но мы убеждались в том, что даже замерзшие спортсмены, на примере Радика Жапарова, способны на маленький спортивный подвиг. Томи, отличный полетчик. Лахтинец предпочитает. Работа на гигантских трамплинах. Хороший приятель. Ильяна Ахуновна. Ну и, можно сказать, терявшийся в его тени. Ух, какая остановка. Но я, наверное, попытаюсь успокоить и себя, и вас. В том смысле, что сильного ветра-то нет. Есть просто ветер, изменяющий направление и свою силу. Из-за этого, борясь за равенство условий для всех прыгунов, судей задерживает попытки некоторых спортсменов. Яны Хапонен. Хапонен, что я тут? Киору анонсировал. Он через два номера еще стартует после Бенковича. Тренеру можно просто посочувствовать. Кто сейчас горит больше, спортсмен или тренер, это еще неизвестно. Наконец, зеленый светофор. Хапонен превращается в пружины. Вот эта пружина разжимается и выбрасывает его за 95, но не больше. Промах усилия было, но направленность этого усилия была не идеальной. Ну, вообще говоря, сами прыгуны зачастую говорят о своих прыжках, как о некоем таинственном действии, не поддающейся логике. Просчитать все здесь невозможно. Почему все сделавшие для победы? Гигантский объем работы, выполнивший перед сезоном. Подтянувшийся физически к лучшим. Мартин Шмидт в результате в этом сезоне просто-напросто оказался никаким ничуть не лучше, чем в сезоне прошлого. Остается только пожать плечами. Так все и пожимают, включая его личного тренера. Долго, долго, все очень долго. Пошел или не пошел еще, но есть еще время на выполнение попытки. Пошел вот сейчас Робенкович, чемпион мира в полете. Ой-ой-ой, какой опасный был момент, вы видели? Он дернулся, он попытался найти опору на воздух рукой. Это... грубейшая ошибка. Посмотрите, вот придувает, придувает, наверное, левую лыжу. Он начинает... Представьте, что было бы, если бы он сорвался в это кувыркание. Как тут не вспомнить страшное падение нашего Валерия Кобелева. Но ему можно только посочувствовать. Оценки-то у него неплохие за эту попытку. Неплохие, если учесть такое дергание. Но вообще обычно грубые ошибки снижают спортсмена по рейтингу. Грубые ошибки после приземления. Они в воздухе. Там примерно три последних года ошибки не так наказуемы. земляк Ахонена, земляк старшего тренера сборной Норвегии. Тами Килру совершает свой весьма не впечатляющий прыжок на 95 метров. Скорее, скорее всего, квалификация должна у него не получиться. Он отличный полетчик. И на большее, чем попадание в тридцатку, наверное, не претендовал. Вы помните, был призером предыдущего чемпионата мира по полетам на лыжах. Удачно пришел на две ноги в разножку и занимает пятнадцатое место Тами Килру. Соответственно, по статистике, все у него получается. В тридцатке он будет ныряйки косая. Один из лучших в квалификации. 103 метра. Такой прыжок сегодня подтянул бы его к лидеру. Вменное отталкивание. Он очень легкий, поэтому такая скорость достаточно. В районе 100 метров. Но Васильева и он тоже не подвигают. Ситуация по сравнению со вчерашним днем меняется. Ну что ж, на рейке Касаи, можно сказать, строил подготовку в нынешнем Кубке мира. По той же стратегии, что и Кристина Шмигунова. Пропускал этапы, он не обращал внимания на локальные неудачи. Он вышел на свой пик к Олимпиаде. Он сейчас четвертый. Он четвертый, но Васильев по-прежнему лидер. Ему все ближе и ближе к десятке сильнейших общего зачета Кубка мира. А именно по этому принципу составляется стартовый протокол. Нори Касаи размещается четвертым с отставанием в 9 баллов от Васильева на одном уровне. Сейчас Касаи находится практически с Михаэлем Меллингером. Очень приличная попытка. Ну вот вы видите, что значит была раскованность, было хорошее настроение перед этим прыжком. И запас хорошего настроения японец не потерял. В своем недавнем интервью Дайкито говорил, после того, как удачно выступал в Саппоро, говорил, что по-прежнему, как-то ни странно, несмотря на то, что карьера достаточно продолжительная, хотя он самый молодой в этой японской команде, по-прежнему ему нравится выступать, по-прежнему ему нравится сам процесс, а не только завоевание медалей. Ах так сказала судьба, в таком случае медалей у тебя и не будет пока. Пока у него действительно больше получается с процессом, чем с наградами. Ну вот первый шанс медальный может быть появится, но на Большом Трамплине, скорее всего, 100 метров недостаточно. Час икс для Симона Амана. Триумфатор четырехлетней давности в воздухе. Невысокая скорость и близкое приземление. Можно сказать, что в этот момент Симон расстался со своей золотой медалью и отдает кому-то, какому-то наследнику, отдает свой главный приз. После падения он жестоко травмировал колено, очень сильно ударился бедром, и вы видите, как он аккуратно приседает на левую ногу, но все-таки вытягивает телемарк. Двадцать четвертый. Он благодарит за поддержку болельщиков, которые, естественно, в курсе, которые ему сопереживают. Ну и такое впечатление, что он немножко даже после этого и расслабился. Слава Богу, мучения, наверное, завершены окончательно. Дмитрий Патов и Дмитрий Васильев. Два Дмитрия из России в десятке сильнейших и сто процентов в следующем круге соревнований. Радик Жапаров также с отличными шансами. Ну а Денис Корнилов двадцатый. И, надо сказать, что довольно нервная позиция. Вроде бы совсем рядом с олимпийским финалом. Но многовато спортсменов еще в стартовом протоколе, и его могут выбить. Ватк Фаткулин, к сожалению, сегодня уже утратил шансы продолжить борьбу, как и Иван Караулов. Опять пауза, а после этого человек с непроницаемым лицом. Но, кстати говоря, по-моему, светофильтр в этих очках немножечко посветлее все же. Были совершенно непроницаемые очки у Георга Шпета. От них не звезды этого сезона, но все-таки надежда главного тренера. Он сделал то, что требовалось. Он очень надежный парень. Это надо признать. И, безусловно, он надеется на большие успехи в командном турнире. Немцы претендуют на призовое место в команде, и это их главный шанс. Все остальное это вилами по воде писано. В таком ключе высказался Петер Ровайн. Командный дух, взаимная поддержка и хороший средний уровень. Вот что должно нам помочь завоевать, ну, как минимум, какую-то медаль. Пусть бронзу хотя бы. Так сказал Петер Ровайн. Янда Афонен. Фаворит любых соревнований, в которых он стартует. Кратный подряд победитель турны четырех трамплинов. И хороший претендент на повторение своего кубкового успеха очередного. Потому что Янда совсем еще не факт, что выиграет этот кубок. Укранится. Укранится пока еще продолжается кризис. 91,5 всего-навсего, но этого мы и ожидали. Ну, такие заявления, как Васильев, олимпийский чемпион, они очень далеко идущие. Хотя я понимаю, конечно, экзальтированных болельщиков. Главное, это две хороших попытки. Мы видели уже в карьере Васильева такие моменты, когда у него появлялся реальный шанс. Попасть в шестерку, попасть в призы после возвращения, что-то все-таки надламывалось в нем. Только бы нашлись нужные слова у тренеров. Все у него есть. Техника есть. Великолепная. Сила есть. Голова на плечах. Все в порядке. Бронзовый призер Олимпиады. Прошлый в полете. Очень приличный прыжок Адама Малыша. Переносит его за стометровую отметку. И он становится претендентом как минимум на места в десятке сильнейших. 28-летний Адам Малыш выиграл в своей карьере все, кроме золотой олимпийской медали. В коллекции есть все что угодно. Огромное количество кубковых этапов. Турне четырех трамплинов. Большие хрустальные глобусы. А вот золото олимпийское не удавалось, не удавалось завоевать. И вы видите, что он встраивается в кильватер Дмитрию Васильеву. Малыш недалеко. Малыш очень опасен. Малыш, когда он хорош, не только стабилен, но способен контратаковать во второй попытке. Ещё в 1998 году он завоевывал медали Олимпийских игр в Нагана. Тогда царили на своих трамплинах японцы, но он был за ними. Коротковато. Понадобится сверхусилие во второй попытке для того, чтобы капитан австрийской команды сумел не просто попасть в тридцатку. Это-то у него, скорее всего, получилось. Чтобы сумел замахнуться на высокое место. А высоким местом может считаться только десятка сильнейших. А желательно ещё и шестёрка. Тот же момент был, что и у славянцевы видели, что почти в переворот пошёл. Но раньше взял контроль над лыжами. И вот он показывает, что он начал нырять как раз тогда, когда дунул попутный ветер. Он начал опрокидываться. И, естественно, тут уж было не до дистанции. Выжить был в воздухе. Так, оно Боакабе. Самый возрастной после дисквалификации товарища по олимпийской сборной 1998 года Масахи Кахарады. Участник японской сборной. Уселся поудобнее. Отталкивается. Невысокая скорость. Но и фигурка такая небольшая. Не долетает до 100 метров. Создаётся такое впечатление, что уже просто устал. Устал от огромного количества тренировочных и соревновательных прыжков здесь на среднем трамплине. Такано Боакабе. И с таким прыжком шансы на хорошую сумму просто-напросто улетают. Идёт группа лидеров. Сейчас соревнуются уже те спортсмены, которые входят в 15 сильнейших мирового кубка. Осталось 11 спортсменов в стартовом протоколе. Последний из них вот этот. Якуб Янда, как учили психологи и очень удачливый тренер, прекрасно работавший с японцами в своё время, Вася Байс. Умение углубиться в себя, умение не замечать телекамер. Всё это характерно для Якуба Янды с некоторых пор, последние два года. Бюстоль. Высокая скорость. И отличная попытка за 100 метров. Отличная, но не лучше, чем у Васильева. Малышу до Васильева 5 баллов. Я напоминаю, он к этому моменту ближайший преследователь. Дмитрия 101,5. Такой прыжок норвежца. Ровно настолько же, насколько у Малыша. Очень-очень стабилен. Бюстоль. И, собственно, никто не ожидал от него сверхуспехов именно на этом трамплине, поэтому он выступает без прессинга и он является лучшим среди норвежцев. Будучи аутсайдером команды Мики Каенковский. 131 балл. На балл больше, чем у Малыша и на 4 меньше, чем у Васильева. Васильев остается в лидерах и подбирается уже вплотную к десятке сильнейших лидер нашей команды. Руморан. Хорошая скорость у рекордсмена и отличный прыжок. Вот вы видите, сумел все-таки собраться к основным соревнованиям. Недостаточно хорошо прогазовал, показывает он, вращая воображаемую ручку газа мотоцикла. Знает, как это делается, хотя не так здорово, конечно, как Ян Ахманен. Тут вообще почти профессионал. Ну, в Финляндии, в общем-то, сумасшедшие люди по части моторов в хорошем, спортивном смысле. И Руморан не превосходит Дмитрия Васильева, хотя группа довольно солидная. Не думать, не думать. Тут у нас Торсида, вся студия собралась. Вы знаете, даже на лыжах, на гонках такого не было. Наши комментаторы, продюсеры, мастера информации все здесь. Здорово! Здорово! Вытягивал, посмотрите, как ну всегда допрыжка небольшая присутствует у Матихау Томяки, когда он не слишком доволен дальностью 102 метра. Я бы не сказал, что безукоризненная техника. По дальности тоже проиграл, соответственно, Дмитрию. К сожалению, Дмитрию за красивые глаза никто технические оценки не выставляет. Он, увы, не часто гостит в десятки сильнейших для того, чтобы судьи автоматом считали его очень сильным прыгуном. Сравнялся на второй позиции с Ларсен Дустолем. Масса и вы видите, что Васильев остается лидером. Прыгает последняя десятка. Если бы вы знали, сколько людей в Европе, в том числе и в комментаторском корпусе, и в среде журналистов, хотели бы, даже у немцев, кстати говоря, хотели бы, чтобы вместе с своим главным тренером сборная России добилась большого успеха. Ух, какая скорость! И тем не менее, кофе, который казался просто неприкосновенным, в качестве лидера всех этих соревнований прыгает лишь на сто и пять. Все было сделано как надо. И, тем не менее, лишь замыкает шестерку сильнейших. Ну вот так, дозревает, дозревает, да? являться явным претендентом на победу. В одну калитку выиграть квалификацию накануне. И вот такой промежуточный финиш. Но есть еще вторая попытка в запасе. Не все безнадежно у австрийца. А следующий австрийец, пообещавший вчера, что должен выиграть ни много, ни мало, потому что у меня есть какое-то супер предчувствие, сказал Томас Моргенштерн. Ну и что? Очень высокая скорость для такого разгона. Великолепная попытка. Или Томас Моргенштерн рвется на пьедестал почета. Так что слова пока не расходятся с делом. Лишь чуть ближе, чем у Дмитрия Васильева на метр. Но вот это как раз тот случай, когда Томас Моргенштерн любимец судей. Ну, собственно, придраться-то и не к чему. Неплохой телемарк, параллельные лыжи и в воздухе. Ну, параллельные, естественно, не параллельные прямые, а не опускающиеся друг относительно друга. И тем не менее чуть-чуть уступил. Полбалла. Ровно настолько впереди Дмитрий Васильев. Так он никогда не выступал в новейшей истории своих выступлений, по крайней мере, после возвращения из нелепой дисквалификации. Мичи Урман. Ури зарядил свои лыжи. Внимание, прием. Недостаточно высокая скорость, но очень хороший был уход. И все-таки его агрессивный стиль, его хорошая активная позиция приносит прыжок за 100 метров, но опять-таки он уступает Дмитрию Васильеву. И в стартовом протоколе остается лишь 4 человека. Популярность прыжков в стране в целом и на нашем форме в частности растет как на дрожжах. Просто невероятно. Лишь седьмой Михаил Урман разочарован. Это Ро-Вой, но у него по крайней мере есть утешение. Утешение это Михаил Ноймар. Хотя тут тоже отступает постепенно. Мика Каинкоски. Переживает Ларс Бюстоль четвертый к данному моменту. Но отставание от лидера всего-навсего 4 балла. Ро-Вой, Йоккесоль. Довольно ощутимый попутный ветер. Ну, в принципе, нечто похожее было вчера во время квалификации. Так что такие метеоусловия не новшества для спортсменов. Великий полетчик, легкий, как пушинка едва за 60 килограммов Йоккесоль. Преодолевает психологически важный рубеж 100 метров и вступает в борьбу за награды. Привет, Боливия. Как вам нравится этот рукотворный плакат, который мелькал на трибуне с боливийским и норвежским флагом. Какая-какая глубокая связь между Йоккесольем и Боливией, сказать вам не берусь. Очень хорошее приземление, очень хорошие должны быть и оценки, никак не ниже 18, 18,5. У Коинкоса, конечно, главная задача командный турнир. 18,5 и даже 19,5 кое-кто дает, но это уж преувеличение, скорее всего. Йоккесоль выходит на третью позицию, Васильев лидер по-прежнему. Три спортсмена в стартовом протоколе. Андреас Кютель, подружившийся с этим трамплином, привез целый пакет экипировки разнообразной, опробует ее и хорошо опробует за 100 метров, но все равно чуть ближе, чем у Васильева. 103 метра. Полтора метра уступает он Дмитрию. Я скажу, что не повезло, конечно, и первой группе. Сейчас ветерок немножко не то, что успокоился, а приобрел, по крайней мере, обычное направление. Направление, с которым уже знакомы спортсмены со вчерашнего дня и с дня официальных тренировок. Очень хорошее приземление, очень хорошие оценки, как следствие, и он теперь вытесняет Рора с третьей позиции. Васильев лидер. Два спортсмена в стартовом протоколе. Яны Ахонен и Якуб Янда. Ни один, ни другой не раскрылись полностью. Правда, Ахонен вчера показал, что может побороться за рекорд трамплина, но опасается он этого самого трамплина. Известный эксперт. Слава Богу, хотя бы ветерок здесь устойчивый, а не бродячий. Многократный обладатель больших хрустальных глобусов великолепную попытку совершает. Вот что значит Ахонен настроен на борьбу всерьез. Все зависит от степени мотивации. Золото пока еще отсутствует в олимпийской реколлекции финна. Какая десятка формируется, а перестановки могут быть любые. Великолепный прыжок. Традиционно прыжки Ахонена как произведение искусства практически оцениваются судьями. И тем не менее он второй. Ну потому что высокие оценки были у Васильева, не только дальность. Последний участник первой попытки лидер общего зачета Кубка мира Якуб Янда, взошедшая звезда прошлогодней давности. Последний человек, который попытается сместить Васильева. Долго сидел, почти исчерпал время на попытку. Невысокая скорость, активная фаза, правда, но где-то в районе 100 метров Дмитрий Васильев выигрывает первую попытку на Олимпийских играх. Ни одного человека в мире не было из серьезных экспертов, которые бы этого ожидали. И это был не просто подарок погоды, это был действительно изумительный прыжок. С такого же уровня, правда, немножко скатился, когда прыгнул сначала, вы помните, в тренировке, а потом все-таки основные прыжки были не очень Масленников, но разгон-то был совсем не такой. Тоже было 104 метра. Все равно ведь на полметра, но ближе, чем у Васильева. Метр рекорду трамплина Васильевский результат уступил, и как бы не закончились соревнования, я благодарю всех, кто за него болел, я благодарю всех, кто принимал участие в его карьере, и, естественно, в первую очередь его тренера Равиля Абрарова за подаренные нам эмоции. Но, конечно, и шеф-тренера нашей сборной тоже, и Александра Рельфьева, естественно, также, ведь он долго мучится с этими ребятами уже. Ну, а теперь на холодную голову смотрим, что тут произошло. Дмитрий Ипатов отобрался во вторую попытку, браво! Хотя отодвинули довольно далеко на девятнадцатую позицию, но все равно это лучшее выступление его в сезоне, так что стратегия была абсолютно правильной. Енс Солумяя не дотянул совсем чуть-чуть. Так же, как и Анисимов и Корнилов, они оказались поблизости от заветной тридцатки, но, увы, не в ней. Ильдар Фадкулин на сорок четвертые позиции, как и Иван Караулов, уже сразу было ясно после их прыжков, что они отсеиваются оба. И олимпийский чемпион Симон Аман также завершил на этом выступление на трамплине К-95. Какие соревнования, какой сюрприз! Сейчас нужно просто держать кулаки и думать только о том, чтобы у Васильева чтобы он не дрогнул. все должно получиться. Группа очень сильная и очень ровная группа преследователей. Перестановки возможны. Выше 125 очков, то есть менее чем в десятке сильнейших от Васильева находятся 20 человек. Не 20, 15, но все равно много. Ну и давайте немножечко придем к себя. Пауза на трамплине идет подготовка второй попытки. Пауза и у нас.